Внутренний конфликт То есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать онное того, не нахожу доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит не злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха. Вот апостол Павел так красочно описывает наше взаимоотношение с телом. Он говорит о том, что в теле есть противодействие разума и как бы инстинктов, как бы какой-то традиции, которая вложена в его члены, и ты делаешь то, чего ты бы не хотел делать, и ты не знаешь, а как этому противостоять. Вот Павел так рассуждает, и поэтому я назвал сегодня проповедь «внутренний конфликт». То есть это не взаимоотношение с другими людьми, это взаимоотношение с самим собою. И наше тело иногда для нас большое благословение, иногда оно для нас большое препятствие. Как иметь взаимоотношение с собственным телом. Некоторые философии, обращая также на это внимание, и внутри христианского сообщества есть разные взгляды. У меня нет ни времени, ни возможности сегодня привести вам все. Я дам некоторые мысли в направлении, а вы уже сами изучайте, думайте, размышляйте. Для меня цель – донести до вас то, что, верю, Господь положил в мое сердце. Я бы хотел взять пример, как взаимодействовать с телом у нашего Господа. Потому что о нем написано, что он глава тела Христова, и он – жених церкви. То есть взаимодействие с телом нам описывается во взаимоотношении Христа и церкви. И вот, чтобы нам понять, как к нам обращаться со своим телом, наверное, будет хорошо посмотреть, как Господь обращается со своим телом. Чтобы не пытаться смотреть на это душевно, но посмотреть на это через Божье Слово, духовно. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 23 по 30 стих. Потому что муж – есть глава жены, как и Христос – глава церкви. Он же – спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баней водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы – члены тела его, от плоти его и от костей его. Я понимаю, что в основном мы употребляем этот отрывок Библии для понимания взаимодействия внутри семьи, но сегодня я хочу показать не взаимодействие семьи, а взаимодействие Христа и его тела, чтобы мы через это увидели, как нам относиться к собственному телу и внутренний конфликт научились решать. Первое, о чем говорит апостол Павел, он говорит о Христе, как «Он же Спаситель тела». Христос – Спаситель тела. И первая мысль, которую я бы хотел сегодня нам оставить – это нам необходимо прикосновение к нашему телу Иисуса Христа. «Слово Божьего». Когда Слово Божье прикасается нас, происходит чудо. Павел, если мы вернемся к этому рассуждению о внутреннем конфликте, он употребляет такую формулировку, он говорит, «В моей плоти живет грех». И для того, чтобы избавить от греха, наше тело нуждается во вмешательстве духовном, оно нуждается в Спасителе, который уберет эту взаимосвязь с грехом и с проклятием и даст нам свободу. Хочу проиллюстрировать такое сверхъестественное прикосновение, истории, которое произошло с женщиной в одной из синагог. Она 18 лет имела духа немощи и была скорчена, не могла выпрямиться. И Иисус, когда увидел ее, Он говорит слово к ней. Буквально Он говорит, сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». Иисус говорит слово, и это слово исцеляет женщину. Женщина ничего не делала для своего исцеления. Она даже не верила, можно сказать, в это. То есть там нету какой-то процедуры исповедания или молитвы, что женщина обратилась ко Христу, как некоторые другие обращались. Там ничего абсолютно нет. Женщина, по сути, в данной истории такой пассивный персонаж, с которым происходит чудо Божье. Иисус приходит в синагогу, Иисус видит эту женщину. Почему я думаю о ее пассивности? Написано, 18 лет она в таком состоянии, и 18 лет она в синагоге. То есть она не то, чтобы человек какой-то далекий от веры. Эта женщина, несмотря на свой недуг, немощь, она посещала собрание и слушала Божье Слово, и молилась. Но вот в этот день Иисус, увидев ее, обращается. То есть Он говорит к ней слово. И после этого Слова, она выпрямляется, она становится здоровой. Вот первое, когда мы говорим о взаимоотношении с телом, и мы приходим сюда в собрание, слышим Слово Божье. Может быть, вы 18 лет еще не приходите в собрание. Кто-то, может быть, уже приходит. В один из дней воскресных или в любой другой день в собрании Слово может прозвучать к тебе. И отреагирует не твое тело, точнее, не твоя душа, твое тело, что-то в твоем теле произойдет. Тот грех, который мучил тебя, возвращал тебя, постоянно опускал тебя в болото борьбы потом со своей совестью, этот грех может исчезнуть. Эта связь может уйти. Когда дальше мы читаем, и Христос оправдывает свое действие перед людьми, которые видели, что Он в субботу исцелил, Он сказал так об этой женщине. Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? Он буквально говорит, что эта женщина была не просто больна, ее связал сатана. Я думаю, что это очень хорошая иллюстрация по отношению не только к болезням и немощам, но немощь, которая проявляется также в каком-то греховном состоянии, в каком-то грехе, который постоянно, 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 как рецидивисты в этом грехе сидишь годами, и однажды Слово звучит к тебе, и ты избавляешься от этого. Он же Спаситель тела. Первое, что нам необходимо понимать, это ожидать Господа. Если мы имеем какое-то мучение в своем теле, и наше тело заставляет нас делать то, чего бы мы не хотели, нам нужно идти в собрание с ожиданием. «Иисус, дай мне Слово». Другая история, когда в одной из синагог у них снова заходит спор, нужно исцелять или можно, не можно исцелять в субботу, и там был человек, и у его рука была иссохшая, то есть она абсолютно была бездейственная долгое время, и он ничего ей делать не мог. Она была, но она ничего не могла делать, она не слушалась головы, она просто жила, скажем так, своей жизнью. И Иисус говорит, протяни руку. По сути, Иисус же понимает, что он это сделать, этот человек, не может, нереально. Но когда Иисус говорит, протяни руку, этот человек протягивает руку, и она становится в мгновение абсолютно здоровая. Когда мы сегодня говорим, тебе надо бросить курить, пить, блудить, изменять, бить, ругаться матом. Часто человек говорит, мне это невозможно, я вот с молоком матери уже это в себя впитал, я по-другому жить не могу. Но Слово Божье избавляет наше тело. Оно как бы достает вот этот грех из тебя, и дает тебе свободу быть таким, каким ты быть сам по себе не мог. Он – спаситель тела. Если мы хотим решать конфликт сами с собой, нам необходим живой Христос Иисус. Слово Божье, живое и действенное, которое проникает в нашу плоть и забирает оттуда греховное, и исцеляет нас. Аминь. Это первая мысль, которую я хочу дать вам во взаимоотношении с самими собой, как развязать узел. Нам нужно Божье Слово. Следующее, когда мы возвращаемся к взаимоотношению Христу и Церкви, написано «предал себя за нее». Придал себя за нее. Это инвестиция, это возможность для будущего. То есть Иисус Христос, чтобы мы, тело Его, могли полноценно существовать, Он себя самого отдал за Церковь. Если мы желаем иметь хорошее взаимоотношение сами с собой, нам необходимо иметь инвестиции в наше тело. Одну историю проиллюстрирую. Это хромой, который был от чрева матери, и он сидел у храма и просил милостыню. И однажды апостолы, проходя мимо него, протянули руку и, видя веру в нем, сказали, что имею, то даем, встань. И он встал, начал ходить, скакать, славить Бога и вошел в храм. Вот так вот я сокращенно эту историю вам передаю. Но на что бы я хотел обратить внимание? Хромой был от чрева матери. То есть в процессе его роста, его развития, развития его тела, где-то произошло защемление, где-то произошло нарушение взаимосвязи внутри тела, и оно перестало развиваться нормальным образом. И это защемление, так как он от чрева матери хромой, оно было изначально, то есть он вырос, но он вырос с этим внутренним дефектом, которое ограничило его вхождение. Когда мы с вами растем, когда наше тело растет, мы также можем иметь внутри нашего роста определенные проблемы, которые в дальнейшем начинают нас ограничивать и не давать нам развиваться так, как мы должны были развиваться. Можно говорить об образовании, можно говорить о профессии, можно говорить о семье, можно говорить о разных взаимоотношениях, в которых мы будем испытывать хромоту по причине того, что во время роста где-то было защемление или какие-то части тела перестали получать то питание, те сигналы, то взаимодействие с головой, которые должны быть. Я думаю, что вы понимаете это, особенно если вы в детство свое вернетесь, вы увидите, что не всегда ваше тело слушалось головы. Иногда голова не принимала участия. Когда вы залазили на дерево и могли произойти трагедии, когда вы катались на велосипеде, когда вы пытались взяться за горячее, когда голова не принимает участие в процессе, мы можем получить определенные раны, которые в свою очередь ограничивают нас потом. И хорошо, если это просто какие-то минимальные травмы, но могут быть и серьезные травмы. Когда Иисус говорит, Он предал Себя за церковь, то есть Он стал частью церкви, чтобы восстановить все процессы в теле так, как они должны быть. И когда мы думаем о взаимодействии сами с собой, нам нужно позволить Слову Божьему, Христу, давать нам мудрость, давать нам утешение, давать нам совет, чтобы мы могли восстановить все процессы. Я иногда разговариваю с некоторыми молодыми людьми, которые себе уже кажутся немолодыми. Я просто спрашиваю за образование. Какое у тебя образование? Не хочешь ли ты восстановить себя в учебе? Какие у тебя мечты? Может быть, тебе стоит к чему-то вернуться? Может быть, ты думаешь, что это хромое, но если это исцелить, оно перестанет быть хромым, и ты сможешь делать то, о чем ты мечтал, но из-за того, что во время роста ты потерял свою мечту, или, скажем, пришли какие-то дефекты, которые изменили, и ты стал хромой, но ты можешь быть исцелен. Этот человек был исцелен хромой, я имею в виду от чрева матери, он был поднят людьми, и он начал славить Господа, как и женщина, которая получила исцеление после 18 лет, с того, как была скрючена, она начала славить Бога. И я бы хотел здесь такую запятую поставить для нас. Когда мы... Есть разница, когда мы благодарны, когда мы славим. Я объясню. Хромой мог быть благодарный Богу за то, что он родился среди еврейского народа, приученного к благотворительности. Хромой мог быть благодарен Богу за то, что он жил в столице, в Иерусалиме. Хромой мог быть благодарный Богу за то, что у него было свое место у храма, и это было его доходом. Он мог быть благодарным Богу, но когда он получил исцеление, он начал славить Бога. Есть разница, когда мы благодарны Богу в какой-то сфере, и разница, когда мы славим Бога в какой-то сфере. Господь, я благодарю Тебя за моих детей. Или, Господь, я славлю Тебя за моих детей. Господь, я благодарю Тебя за моего мужа, жену. Или, Господь, я славлю Тебя. Господь, я благодарю Тебя за то, что я могу зарабатывать. Или, Господь, я прославляю Тебя за то, что я могу зарабатывать, еще могу быть счастливым, потому что я делаю то, что мне больше всего нравится. В этой жизни есть разница между благодарением и словословием. И когда они получали исцеление, они начинали славить. Когда они не получали исцеление, они нуждались в милостыне. Я думаю, так мы можем проявить для себя, в какой из сфер нашей жизни мы сегодня хромые. Это та сфера, где ты создаешь определенную атмосферу вокруг себя, чтобы кто-то восполнил твои нужды. Если какая-то сфера твоей жизни, она нуждается, значит, там есть какая-то связь, которую нужно развязать. Итак, возвращаясь к хромому, когда Петр протянул руку и смотрел на него, он сказал эти важные слова, что имею, даю тебе. Он стал инвестором в жизни этого хромого человека. И нам нужны инвесторы. Нам нужны люди, которые поверят в нас. Нам нужны люди, которые, подобно Христу, они как бы дадут себя нам, чтобы исцелились мы. Потому что они в этом образе или в этой сфере жизни не нуждаются в исцелении. Они это имеют. Кто-то имеет духовное пророчество, понимание, взаимодействие со Словом Божьим. Он может дать тебе совет, над которым ты будешь год ломать голову и не получишь, а приходишь к человеку, и он легко понимает ситуацию и дает тебе совет. Он как этот Петр, он поднимает тебя и говорит, я имею, я даю тебе. Другой, может быть, в бизнесе тебя как-то поможет и расскажет. Третий, в семье тебе поможет. Кто-то со здоровьем поможет, врач. Кто-то еще с чем-то может помочь. То, что человек имеет, он может тебе дать. И нам, если мы хотим иметь хорошее взаимоотношение с самим собою, нам не нужно отказываться от помощи других людей, чтобы люди могли инвестировать в нас, а мы могли принимать. И, возможно, тогда, выходя из гордости, да я все сам знаю, да у меня все нормально, да не приставайте ко мне. Иногда мы смотрим, как хромой на этих людей, и мы ожидаем от них совсем другого. А они дают нам то, что нам на самом деле необходимо, чтобы развязать узлы взаимодействия внутри нас же самих. Следующая мысль. Написано, он очистил ее, баней водную, посредством слова, чтобы поставить перед собой славный, не имеющий пятна и порока. Извините. Очистил для славы. И это образ крещения. И сегодня в нашей стране празднуют крещение Господнее. Что такое крещение? Апостол Петр говорит, что это не плотской нечистоты омытия, а это обещание Богу доброй совести. Совесть имеет очень важное влияние на наше взаимоотношение самих с собой. И крещение – это образ нашего пути к совершенствованию. Это совершенствование Твоей и моей личности. Когда мы получили крещение, это не просто единократный акт какого-то религиозного повиновения. А это буквально ежедневное хождение с Богом и испытание себя через свою совесть, которая свидетельствует нам о том или ином поступке, как ведет свое тело, или, извините, как ведет наше тело себя по отношению к обществу, в семье, с финансами, с Богом. И совесть она свидетельствует нам и очистил для славы, чтобы не было пятна и порока. Я не знаю, как давно вы были в бане. Надеюсь, что вы регулярно это делаете. Но если даже мы возьмем то, что мы смотрим, то, что мы видим в зеркало, лицо утром, мы стараемся выйти на улицу, чтобы на лице не было пятна или еще чего-либо. Мы стараемся вглядеться, чтобы оно было чистым. Мы совершенствуем свое лицо перед выходом. Кто-то бреется, кто-то другие процедуры делается своим лицом. Мы все это делаем ради того, чтобы мы могли быть, если хотите, в какой-то мере прославлены. То есть люди говорят, ты хорошо сегодня выглядишь. Что это значит? Они в какой-то мере прославляют твой внешний вид на сегодняшний день. Когда Христос говорит, Он очистил свое тело, Он проводит его через вот такое очищение. Это не один раз. Это постоянный процесс. Когда Господь заботится о своем теле, когда мы думаем о нашем теле, нам точно так же необходимо через свою совесть постоянно смотреть на свою жизнь, на свое поведение и совершенствовать себя шаг за шагом. Ты будешь терять гнев, ты будешь терять раздражительность, ты будешь терять ложь, ты будешь терять воровство, ты будешь терять лукавство, когда совесть будет снова и снова тебе свидетельствовать, и ты будешь позволять своей совести работать, она будет вести тебя к славе Божьей. Через время, через годы люди посмотрят на тебя и скажут, слушай, ты очень целостный, вообще замечательный человек, но это процесс, который ты делал со своим телом, очищая его и убирая то, что Богу не угодно. Когда мы заботимся о нашем теле, мы должны понимать, что иногда есть такое отношение, как бы ненависть к телу. Вот это все плоть, это все моя плоть. Вообще я хороший человек, но вот плоть моя кричит, плоть моя обманывает, плоть моя вот это делает, а я вообще человек-то неплохой. Ну, вот это и называется внутренний конфликт. Вот важно, чтобы этот неплохой человек начал проявляться через тело и показывать, какой он на самом деле есть. Павел говорит об этом так, что мы должны попечение о плоти не превращать в похоти, то есть излишества, когда наша совесть, она свидетельствует нам, или она показывает нам какие-то изъяны в нашем отношении со своим телом, что мы где-то позволяем нашему телу чрезмерно много. Нам нужно быть способными воздержанию, ограничивать свое тело, не давать ему быть, скажем так, в кавычках, естественным. Оно должно подчиняться голове, оно должно очищаться через совесть. Поэтому попечение о плоти, Павел говорит, не превращайте в похоти, убирайте излишества, будьте людьми, которые могут получить хорошую рекомендацию. Павел говорит в послании к филиппийцам, 21 глава, 26 стих, извините, 1 глава, 21-26 стих, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном пришествии к вам». То есть апостол Павел говорит, что его пребывание в теле, оно приносит пользу. Его пребывание в теле приносит пользу и похвалу. Вот нам не надо относиться с каким-то пренебрежением к своему телу. Наше пребывание в теле должно приносить пользу другим людям. Оно должно приносить пользу нам самим. И оно должно приносить похвалу. Это нормальное пребывание и взаимоотношение с телом. Если оно не приносит пользы нам и пользы другим, значит, что-то сбито в ее настройках. Значит, тело получилось сбой и нужно настроить. Если ты кушаешь, это не приносит тебе пользы. Если ты чем-то занимаешься, и это вредит тебе. А еще хуже, если это другим уже вредит, значит, что-то не так в твоем взаимоотношении с телом. И тебе нужно это исправлять. Просить у Господа, чтобы вот это очищение, оно происходило. Следующая мысль, которую я хочу из послания к Ефесянам во взаимоотношении Христа и его тела. Там написано, что он заботится о нас. И также о мужьях там написано, что греет, питает. Так о Христе там написано. А о мужьях написано, что не имеет ненависти, но питает и греет. Я уже сказал выше, что мы не должны ненавидеть свое тело, но мы должны питать и греть его, мы должны заботиться. Сила заботы – это очень важный фактор для взаимодействия с самими собою. Когда мы проходим определенные процессы внутри жизни, мы можем где-то начинать иметь неправильное отношение к телу. Заповедь Божия, например, одна из заповедей Божьей, она достаточно странная. Ну, странная в смысле как бы аскетичного понимания веры. «Имей отдых». Это странная заповедь. Потому что если бы она была просто как много других правил, потому что было много правил, и было всего 10 заповедей у евреев, и одной из 10 заповедей было «Святий день субботний». То есть «Отдыхай в этот день». И это было настолько важно, что оно соотносилось с тем, как «Не блуди, не кради, не убивай» и следующее «Отдыхай». Иногда мы не осознаем важность заботы о своем теле и начинаем разрушать тело, а это против установления Господа. Я помню моменты, когда мне было настолько тяжело, и я боролся с собою. Я думал, почему у меня такая лень, я просыпаюсь уставшим, я хочу что-то делать, не могу быть эффективным, я злюсь на себя. Думаю, ну что такое со мной, еще молодой человек, почему со мной такое происходит? Пока я не обратился к специалистам. Когда я обратился к врачам, к специалистам, они начали показывать те простые биологические процессы, от которых хотим мы или нет, мы зависимы. И если мы не заботимся о своем теле, тело наше потом начинает противодействовать планам нашим. Оно не соглашается с нашими планами, потому что внутри себя имеют определенные болезни. Когда апостол Павел представляет Луку в послании к Колоссянам 4.14, так написано, «Приветствует вас Лука, врач, возлюбленный». Вообще, если вы не знакомы с Лукой, то Лука, он евангелист. Он написал Евангелие, мы читаем, от святого Луки. Он написал книгу «Деяния апостолов». Это вообще-то богослов. Благодаря его глубокому труду суметь «Деяния апостолов» свести до двух десятков глав и передать через них всю значимость движения Духа Святого через Первую Церковь, надо быть реально хорошим богословом, иметь взаимоотношения с Господом. Но здесь апостол Павел представляет его как возлюбленного врача, и он не оставлял Павла, когда даже все оставляли Павла. Павел говорит, «Единственный Лука со мной». Павел, отмечая, что он врач, мы можем предполагать, что он имел с ним взаимодействие не только как с братом во Христе, но как с врачом, который оказывал определенную помощь ему, как специалист, помогая разобраться. Сам апостол Павел писал Тимофею, чтобы он пил не только воду ради частых недугов желудка, то есть, когда мы не способны понять и заботиться о своем теле, тогда мы сможем выпасть из плана и воли Божьей. Я думаю, что сюда можно также снести, сделать сноску, когда Христос говорит, кто неверный в малом и во многом неверен, и как вам доверить что-то истинное, если вы в неистинном не можете оказывать верность. Я думаю, что можно сюда также привести и заботу о своем теле, если мы не способны правильно заботиться о своем теле и мечтаем о многом чем-то, что Бог нам хочет доверить. Наверное, нам надо начинать с себя, с той дисциплины, с того способности понимать себя, со способности проходить какие-то непростые ситуации и обращать жизнь в пользу. Когда апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 9 главе 24-27 стих, он говорит там, «Я усмиряю и порабощаю тело мое», это звучит немного, кажется, однобоком, что мы должны иметь к телу такое отношение вот с сугубой строгости, но он там приводит это в контексте спортсменов, и он показывает, что суть такой строгости или дисциплины не в том, чтобы пренебрегать телом, а в том, чтобы тело дало тот результат, который ты ожидаешь от своей жизни. У каждого из нас есть мечта. Кто-то хочет стать певцом, композитором, кто-то хочет стать спортсменом, кто-то хочет стать лучшей мамой и женой, кто-то хочет стать лучшим отцом и лучшим мужем, кто-то хочет стать служителем и так далее, и так далее. Мы можем перечислять наши цели, но если мы не организуем свое тело под эти цели, мы их не достигнем, мы выпадем из Божьего плана. Еще одно хотел бы привести утверждение, которое часто используется в таком негативном смысле. Оно записано в первом послании Тимофея, 4 глава, 8 стих. «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящее и будущее». И вот мы давайте вырвем это из контекста. Звучит, ну вот просто мед для лентяя. «Телесное упражнение мало полезно». Как в той шутке. «Я со своей плотью не церемонюсь. Как накормлю ее, как брошу на диван, она лежит у меня и не пошевелится». Но нам важно понимать контекст того, о чем здесь говорится. И если вы начнете 4 главу читать с 1 стиха, Павел говорит о аскетизме нездравом и немудром. Он говорит, есть люди, которые запрещают вкушать в пищу, вступать в брак. И вот это все он спускает ниже, доходит до басен, бабьих там написано. Говорит, тебе этим заниматься не надо. То есть, если кто-то тебя пытается привести к святости через аскетизм, ты должен понять, это временно. Кстати, слово «малополезное», которое здесь употребляется, оно буквально можно перевести, как оно временное или краткосрочное. То есть, оно влияет только вот на определенный короткий период и вообще никак не относится к здравому взаимоотношению со своим организмом. Поэтому, если вы когда-то оправдывались этими стихами, начинайте читать с 1 стиха. Читайте в контексте, и вы увидите, что там вообще не о фитнесе говорится. Там говорится о том, чтобы мы не занимались нелепым аскетизмом, который святости в себе никакой не имеет. Но заниматься своим телом, заниматься своей здоровью – это важно. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне хороших специалистов, которые смогли разобраться, что со мной происходит. И когда они разобрались, они устранили эту причину. Я сегодня себя чувствую способным делать то, к чему Бог меня призвал. Мой разум способен давать вам проповеди, изучать Божье Слово, вникать в учения, заниматься управлением. Все это я сегодня могу благодаря тому, что какие-то специалисты помогли мне разобраться с моим телом, чтобы мое тело начало делать то, что оно должно делать для похвалы Господа. Давайте я вам постараюсь так коротко обобщить, против чего выступает Слово Божие, когда говорит о теле, чтобы вы понимали те иногда высказывания, когда люди говорят о чрезмерном аскетизме. Вот что реально Слово Божье говорит о теле. Тело не должно быть предметом поклонения. Если вы даже занимаетесь спортом, фитнесом, ваше тело не должно превратиться в объект поклонения. Это первое. Цель, когда вы занимаетесь своим телом, это должна быть воля Божья. Результат, который Господь ожидает от вас. Второе, что Слово Божье говорит о теле, оно не должно извращаться или использоваться не по назначению. Когда тело используется не по назначению, это противно Господу, потому что Он дал Ему определенное сотворение. И если мы хотим хорошо относиться со своим телом, нам нужно использовать его по назначению. Оно не для блуда, оно для Господа. Оно не для разврата, оно для семьи. И так далее, и так далее. Оно должно использоваться по назначению. Второе, и третье, извините. Оно не должно разрушаться излишествами. Воздержание должно быть. Тело не должно диктовать нам, как жить. Наш дух должен диктовать телу, как жить. Мы не должны опускаться до излишеств. В еде, в социальных сетях, каких-то эмоциональных удовольствиях, куда тело или лень, сон, сонливость вообще одевает, в бедноту, в нищету. Никаких излишеств не должно быть. В том числе, мы не должны иметь самоубийство через принятие каких-то веществ, ядовитых, токсичных, наркотических веществ, которые убивают, может быть, не моментально даже, постепенно, но они убивают. Вот то, что Слово Божие говорит о теле. Нам нужно понимать, как взаимодействовать с нашим телом. Это Божий дар, данный нам. Послание Фессалоникийцам, 1, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Поддорогие, Бог полностью хочет благословить и сохранить без порока не только наш дух, не только нашу душу, Ему важно наше тело. Когда Он пришел на эту землю, Он не только просвещал нашу душу, Он исцелял тела. Большинство обетований и благословений в Писании относятся не к душе, а к телу. Нам не нужно пренебрегать нашим телом. Нам нужно заботиться о нем, обращаться к специалистам душевным, духовным, физическим. Забота о теле хорошо показана, когда женщина выливает драгоценное мир, это дорогая парфюмерная мазь, то есть духи, дорогие духи, современными словами. Она выливает на ноги Христа, аромат наполняет всю комнату и начинают роптать. Зачем такая пустая трата? И Христос поддерживает эту женщину. Он увековечил ее в Евангелии, настолько, что сказал, кто будет говорить Евангелие, будет вспоминать о ней. Она сделала, кажется, такую простую вещь. Она дала благоухание Иисусу. Он соотнес это с приготовлением к погребению своему, и он не противился этому. И через это мы можем понимать, насколько Господь сбалансированно относился к отношению с самим собою, в том числе с тем телом, которое Он принял, в которое Он вочеловечился. Нам также надо уметь не пренебрегать собою, своим внешним видом, своим здоровьем, своими силами и ожидать от Господа исцеления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok